Всем привет! С вами Дмитрий Петров и Футбольный регион на канале Губерния. Тренер всегда уходит в отпуск на несколько дней позже, чем футболисты. Последний матч позади, но остаются еще организационные вопросы, которые требуют решения. Вадим Скрипченко на несколько дней задержался на базе, и мы, конечно же, воспользовались этим, чтобы пригласить наставника в нашу студию. Вадим Викторович, добрый день! Добрый день! Начало ноября, вы возглавляете «Крылья Совета», все происходит очень стремительно. В этот момент вспомнился матч 2005 года «Батэ-Крылья Советов». Пожалуй, это было единственное доселе соприкосновение с самарской командой. Да, прекрасно помню. Это была стадия Кубка УИФА еще тогда. Мы действительно после жеребьевки узнали своего соперника. Это оказалась нынешняя моя команда «Крылья Советов». Честно говоря, я так и с памяти могу сказать о том, что не очень довольны мы были жеребием, то есть соперником, который нам выпал, потому что «Крылья Советов» в то время был очень серьезный соперник. Команда была с яркими футболистами на тот момент, поэтому, конечно, мы понимали, что будет очень сложное противостояние. К сожалению, с «Крыльями Советов» у нас не получилось достойного сопротивления, потому что объективно команда по игре была сильнее, что она и доказала в двух матчах. Вы пришли в команду, которая не оправдала, ожидали болельщиков на старте. Все ждали значительно лучшего, значительно большего. Какая для вас была ключевая мотивация? Это новый вызов или что-то еще? Команда «Крылья Советов», на мой взгляд, это команда с традициями, с хорошим болельщеским движением, фан-движением, поэтому это я прекрасно знал и понимал, мне было интересно принять этот вызов. Это новый вызов. Ваш первый день в команде. В каком состоянии вы нашли коллектив и психологически, и функционально? Чем дышали ребята? Первое, что, конечно, парни были насторожены, потому что всегда, когда приходит новый тренер, новый человек, это новая личность, и, естественно, что они с уважением отнеслись, они внимательно слушали то, о чем я говорю. Но моей основной задачей было, в первую очередь, в какой-то степени раскрепостить парней, показать свое хорошее настроение, свою уверенность в том, что мы сейчас в кратчайшие сроки постараемся хорошо поработать и сработать в плане результата положительно, что, в принципе, и произошло. С вашим приходом перемены произошли достаточно быстро, причем очень разные перемены. Это и новая тактическая схема, это и новые роли для многих футболистов. Цалагов ушел в опорную зону, Маргасов стал получать игровое время, которое до этого и не выходил. Как вы эти решения принимали? Ведь информацию получить было практически невозможно. Буквально несколько тренировок и все. Я бы сказал о том, что, работая главным тренером в любой команде, всегда следишь за другими командами. Поэтому в этом отношении я прекрасно представлял возможности футболистов, крылья советов, даже с учетом того, что многие играли не на своих профильных позициях, но, тем не менее, и в диалоге со многими людьми. И сам визуально я понимал, что, например, тот же Ибрагим Цалаган, его основная позиция на футбольном поле – это опорный полузащитник. И я считаю, что самая главная задача тренера – это использовать сильные стороны футболиста именно на той позиции, на которой он может принести наибольшую пользу. Нельзя не отметить, что по-новому совершенному раскрылись не только футболисты, такие как Сергей Корнеленко, который вам хорошо был знаком, но и взять пример того же Шелдона Бато, который оказался основным центральным защитником совершенно неожиданно в результате травмы. И тоже выдал качество, которое раньше в его исполнении не видели, надежность, которую не видели. Это все-таки более удобная схема или это больше психология? Я думаю, что здесь в комплексе нужно говорить. Что касается Сергея Корнеленко, то я давно знал его возможности. Я его еще помню по выступлениям за Минское Динамо в чемпионате Белоруссии, по выступлениям за Санкт-Петербургский «Зенит». В Англии играл Сергей, поэтому он у меня на виду был всегда, и в сборной всегда национально приезжал он играл, поэтому этот футболист, всегда я знал его возможности. Поэтому мне было несложно Сергея настроить на то, что он должен, обязан выполнять на футбольном поле, и я считаю, что на этом отрезке он очень хорошо справился с своими функциями, как бомбардир. Что касается Шелдона Бато, то, знаете, это игрок национальной сборной своей страны. Он играет там в позиции центрального защитника, и сборная его играет также в четыре защитника. Поэтому почему бы, зная то, что мы будем действовать четыре защитника в этих играх, не использовать Шелдона именно в качестве центрального защитника. Поэтому здесь и интуиция, и способность парня играть, я считаю, на хорошем уровне, плюс физическая его мощь, которая присуща ему, а он все-таки крепкий защитник, я считаю. Поэтому здесь самая главная и психология, и интуиция им позволила Шелдону сыграть на хорошем уровне. В атаке сейчас у Крыльев очень важную роль играют Паскуата и Мало. Футболисты очень творческие, и такие футболисты, как мы знаем, часто любят определенную свободу. Валерий Газаев, знаменитое, знаете, его высказывание, да, то, что он не знает футболиста по фамилии плеймейкер. А вы в своих тактических схемах сколько свободы готовы давать атакующим игрокам, и приветствуется ли? Здесь четкие привязки такой, что ты должен играть только здесь и приносить пользу. У меня тоже нету, как у тренера, в моей философии. Поэтому я думаю, что и Мало, и Паскуата, и Ткачев могут оказаться в позиции плеймейкера и сыграть эффективно. Вы наверняка понимали, что кроме задачи ставить игру, набирать очки, перед вами в Самаре будет еще одна задача, это возвращать болельщика на трибуну и возвращать его доверие. Последнее время все антирекорды посещаемости, какие только можно, за последние лет 20 крыльями побиты. На ваш взгляд, что здесь ключевое, что здесь самое важное, результат, может быть, содержание игры, еще что-то? Насколько команда готова сейчас и эту задачу тоже успешно решить? Для того, чтобы болельщика вернуть на трибуны, если в силу определенных обстоятельств команда потеряла доверие и антураж за счет численности на стадионе и интереса со стороны болельщиков, конечно, только хорошая яркая игра и положительный результат поспособствует тому, чтобы болельщик поверил в команду и вернулся на трибуны. Что я считаю, на данном отрезке, по крайней мере, нам немного удалось это сделать, потому что я чувствовал и видел реакцию болельщиков, их энергию во время матчей с Томском, во время матчей со Спартаком, да и с тем же Уралом, в принципе, где мы не одержали победу. Понятно, что пять игр – это очень короткий отрезок, но если попытаться поставить оценку команде именно за вот эти пять матчей, что вы у Ураля, до паузы, можно ли сказать, что выполнена программа «Максимум» и с точки зрения набора очков, и с точки зрения игры, которую команда показала? Я думаю, что если говорить о «Максимуме», то пять игр – это 15 очков. Мы набрали только 8 очков. Но я считаю, что это хороший результат на данном этапе, поэтому здесь можно, наверное, крепкую четверку поставить, если брать по пятибалльной системе. В принципе, уже заметно, что для вас очень важно, какая в команде атмосфера. Для поддержания командной атмосферы, взаимодействия внутри. В последнее время в Самаре были популярны тим-активити, футболисты на байдарках плавали, другие разные нефутбольные активности придумывали. При вас возможны такие нефутбольные какие-то командные мероприятия? И вообще с точки зрения дисциплины. Вадим Скрипченко – это тренер, который дает футболистам определенную свободу или все-таки дисциплина прежде всего, и вы очень строго следите за бытом футболистов и за тем, что они делают вне футбольного поля? Знаете, я за разносторонние жизнь коллектива. Я не могу сказать о том, что я сторонник или наоборот, я жестко преследую там какие-то очень жесткие методы в управлении коллективом. Поэтому мне самое главное, чтобы команда понимала разницу между отдыхом и работой. Что касается дисциплины, какой я преследую именно свое видение тренерское в этом отношении, ну, знаете, такое существует высказывание. Метод кнута и пряника. Где надо взять кнут, значит, надо будет взять кнут. Где надо погладить по головке и дать пряник, значит, дадим пряник. Вот в этом отношении я считаю, что мы все профессионалы, взрослые люди. Нужно быть гибким. Я стараюсь таким быть. Вы пришли в команду и стали работать с тренерским штабом, с которым незнакомы были до этого и в буквальном смысле не говорили на одном языке. Насколько это доставило дополнительные проблемы? И вот какова здесь была роль Владимира Казакова, который фактически играл роль вашего первого помощника в этих матчах? Останется ли он в этом же качестве и весной? Да, была моя просьба, чтобы Владимир Казаков на этом этапе мне помог, как тренер, которого я знаю, футболист, которого я знаю. Когда-то вместе мы еще играли с Владимиром Валерьевичем. Поэтому в этом отношении мне нужен был рядом человек, который мне подскажет какие-то нюансы, потому что мне это очень важно было. Конечно, я понимал, что будут существовать определенные проблемы, определенный барьер языковой в общении с тренерским штабом. Иностранцем. Но я вам скажу, что за короткий промежуток времени у нас хорошая коммуникация выстроилась через переводчика. Мне было важно понять, что происходило в команде до меня, как команда работала, на каком она уровне функциональной готовности находится, на каком уровне психологического настроения находится команда. И вот здесь я считаю, что в кратчайшие сроки нам удалось хорошо сработать. И с пониманием иностранный штаб тренерский отнесся к моим пожеланиям. И мы в целом. И в тренировочном процессе, и при подготовке, управлении коллективом. Сработали хорошо. Впереди сборы. Расскажите, как команда их проведет, где и какие у вас требования именно по месту, по организации сборов. Из чего вы исходите, когда выбираете ту или иную страну и тот или иной, скажем так, сферу, где будет жить команда? Первое – это условия проживания, то есть комфортабельные отели, где есть возможность хорошо отдыхать и проводить время. Второе – это качество полей, предоставляемых для тренировочного процесса. Третье – это фитнес-залы, тренажерные залы для того, чтобы работать над силовыми качествами. Ну и четвертое – это, конечно же, восстановительный центр, питание, то есть все, что способствует после больших физических нагрузок восстановлению спортсменов на довольно высоком качественном уровне. Вот это самые главные критерии для того, чтобы определять место проведения сборов. Поэтому в этом отношении, я думаю, что Турция уже долгие годы нами исследована, и уровень подготовки команд всего мира, которые проходили в Турции, раньше был на довольно высоком уровне, и поэтому в этом отношении мы в этом году вернулись к проведению двух первых сборов на турецкой земле. Давайте немножко заглянем в весну, в будущее. На Ваш взгляд, у кого максимальные шансы в этом сезоне стать чемпионом России? И какую позицию в турнирной таблице для крыльев советов Вы на данный момент видите, ну, как хороший результат? Чем Вы будете довольны? Давайте начнем с нашей команды, да. Мне бы очень хотелось, чтобы мы зависели от своей игры, от своего результата. То есть в тех играх, где у нас есть возможность решить свою судьбу и набрать свои очки, победы одерживать, то есть все, что зависит от нас, чтобы мы это так и сделали в плане игровом, а не так, что мы бы зависели от результатов игры других команд. Поэтому в этом отношении, я еще раз говорю, в каждой игре стремиться к победе и подниматься как можно выше. Что касается «Спартака», «Зенита», «ЦСКА», я думаю, вот это три команды, которые будут претендовать на чемпионское звание. И мне бы очень хотелось, чтобы интрига сохранялась до последнего тура. Если интуитивно, мне кажется, что в этом сезоне победу в чемпионате одержит «Зенит» Санкт-Петербург. А за Виктора Гончаренко персонально не будете переживать в большей степени? Очень рад за своего коллегу, с которым мы работали продолжительное время. Поэтому, конечно же, я где-то буду тоже болеть за то, чтобы «ЦСКА» постарался бороться за чемпионство. Потому что в какой-то степени «ЦСКА» тоже для меня не чужой клуб. Я, хоть и не продолжительное время, но в своей карьере выступал за эту команду. Каждый раз, когда приближается декабрь, мы возвращаемся к разговору о системе весна-осень, осень-весна, что лучше. И сейчас мы видели опять, что и в Самаре-то игра на снегу, по большому счету, была не самой жесткой. То есть были города, где погодные условия были еще хуже, температура воздуха во время матча была еще ниже. И снова эта тема активно обсуждается. Вот какая Ваша точка зрения? Все-таки по оптимальной схеме мы сейчас играем? Либо нужно учитывать наши погодные особенности и все-таки играть весна-осень? Все равно это в компетенции руководителей Российского футбольного союза принимать решение, по какой системе проводится чемпионат. Поэтому была и система осень-весна, была система и весна-осень. То есть здесь, я думаю, что все равно от нашего решения ничего и от наших пожеланий зависеть не будет. То есть это надо садиться и вести предметный разговор по этому поводу. Мы уже знаем, что Вы большой поклонник хоккея. Может быть, есть еще какие-то увлечения? У Вас фамилия очень музыкальная. Хоккей, да, это уже хобби, можно сказать, занятие которым на любительском уровне доставляет массу эмоций. И могу с уверенностью сказать, когда я играю в хоккей, встречаюсь со своими знакомыми, которые также в моей команде есть, идет полное переключение от футбола. То есть когда я играю в хоккей, вообще не думаю о том, что нужно делать и так далее. То есть от футбола отвлекаешься. Вот это, наверное, самая главная разгрузка. И физическая нагрузка, и эмоциональная нагрузка, и в то же время получение удовольствия от игры. Владимир Викторович, поздравляем от нашей программы, от лица всех наших зрителей, Вас с наступающими праздниками. Спасибо. Желаю Вам хорошо встретить Новый год, все-таки успеть отдохнуть, чтобы со свежими силами приступить к работе на сборах. Ну и сейчас Вы тоже можете что-то пожелать нашим зрителям. Я также хочу поблагодарить за поздравления и также пожелать в наступающем году свершения всех целей, мечты, которые есть у людей. И чтобы все то, что не получилось в этом году, чтобы оно свершилось в наступающем Новом году, мы все-таки всегда верим в лучшее. То, что наши мечты, наши цели, которые мы стремимся, реализуем, что произойдет какое-то чудо, волшебство. Поэтому и всего этого я желаю. Но для этого самое главное, чтобы люди были здоровы, улыбались, чтобы благополучие было в семьях. Для того, чтобы была радость, улыбка на лице, солнце над головой. Тогда все будет у нас. Спасибо. Спасибо. На этом я, Дмитрий Петров, прощаюсь с вами ровно на неделю. Смотрите программу «Футбольный регион» на сайте телерадиокомпании «Губерния» и официальном сайте «Хребьев Советов». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова